Где проходят границы между наукой и псевдонаукой, лженаукой и маргинальной наукой? Критерии определения истинности того или иного научного знания изменялись на протяжении эпох и не могут оставаться неизменными, поскольку они зависят от места, времени, конкретных исторических событий, открытий в смежных областях науки и ряда других факторов. Истинность популярных и развивающихся в современном мире научных дисциплин сейчас кажется неопровержимой, как в свое время таковой оказалась истинность Евгеники, Френологии и других уже деградировавших дисциплин. Нельзя упускать из виду возможность изменения нынешних критериев истинности и, соответственно, возможную деградацию современных научных дисциплин, которую, возможно, можно будет прогнозировать и при необходимости предупреждать. Почему мы разделяем псевдонауки и маргинальные науки? Маргинальные науки и псевдонауки отличаются отсутствием научной строгости, научного метода самого по себе. Однако, в отличие от псевдонаук, маргинальные науки еще считаются истинными, пока не доказана их ненаучность или деградация. Возникновение первых наук относится к далеким временам, и часто обычный человек даже не задумывается над возрастом данного понятия. Периодизация этого вопроса является предметом полемики многих историков и философов науки, и одним из основных вопросов данной проблеме является определение понятия наука и критериев, с помощью которых то или иное знание можно отнести к научному. Любая теория о времени происхождения науки неизменно упирается в тот факт, что за любой наукой, неважно древней или сравнительно современной, кроется желание ученого найти истину, то есть истинное неопровержимое знание. Во время поисков такого истинного знания, ученые строят гипотезы, часть из которых всегда остается недоказанной или не до конца изученной, и поэтому впоследствии может оказаться вообще ложной. Такая сторона науки крайне важна для ее дальнейшего развития и последующих исследований, наряду уже с доказанными и проверенными результатами научной работы. Неизбежным элементом наук является построение ложных гипотез, непроверяемых данных, спорных моментов или таких выводов, которые проверить в данный период времени невозможно. Это помогает науке двигаться вперед, непрерывно развиваться, постоянно стремиться к истине, постепенно избавляясь от ложных знаний. Для примера рассмотрим несколько деградировавших научных дисциплин. Одна из известнейших областей интереса древних ученых — это алхимия. Алхимия возникла еще в Древнем Египте и долгое время до Средних веков считалась важной областью для исследователей и ученых тех времен. Любому современному человеку достоверно известен статус этого феномена древней культуры, и все понимают, что он отличен от научного. Однако еще в Средние века алхимию преподавали в университетах, писались научные работы по алхимии, расширялись знания в этой области, появлялись открытия, и данная область процветала. Такие черты характерны для науки, однако наукой данная область изучения сейчас не является именно по причине недоказуемости важнейших идей алхимии. По энциклопедическому словарю Барагауза и Эфрона, алхимия — это название нынешней химии в Средние века, вплоть до XVII столетия. Но с тех пор, как эта последняя получила научную обоснованность и облеклась формой точного знания, прежним старинным термином стали обозначать мнимое искусство, превращать неблагородные металлы в золото и серебро, во что, собственно, и замыкалась задача химии до XVI столетия. Рассмотрим еще одну псевдонаучную дисциплину — Евгенику. Термин «Евгеника» восходит к греческому «евгенос» — «благородный», и представляет собой восходящее к государству Платона учение об условиях, при которых рождается потомство, удачное по своим физическим и духовным признакам, и предотвращается рождение неудачного поколения. Принято различать негативную и позитивную Евгенику. Говоря о негативной Евгенике, стоит привести в пример древнюю Спарту, где неправильных детей сбрасывали со скалы и не давали им возможности вырасти и произвести новое потомство, тем самым улучшая качество рода. Более того, на протяжении всей истории часто прослеживались такие тенденции к улучшению рода жесткими путями, например, кастрации преступников по решению суда, что, конечно, не является гуманным способом улучшить генофонд. Позитивная Евгеника в противоположность негативной. Основной задачей ставят улучшение генов за счет, например, финансового поощрения размножения одаренных граждан, людей с востребованными качествами. Основоположником Евгеники как социального и научного движения, а также создателем термина Евгеника, является родственник Чарльза Дарвина Фрэнсис Гальтон. Главной задачей Евгеники как науки по Гальтону является создание таких методов социального контроля, которые могут исправить или улучшить расовые качества будущих поколений, как физические, так и интеллектуальные. Возможно, идеи Евгеники в те времена получили настолько широкий отклик благодаря общим революционным настроениям в обществе. Люди были готовы к изменениям, что особенно хорошо заметно на примере Советского Союза. В 1930-е-40-е годы XX века в корне изменили отношение всего мира к Евгенике из-за популярности ее идей в нацистской Германии. С этого момента можно и принято говорить о Евгенике как сначала о деградировавшей, а затем и исчезнувшей научной дисциплине. В современном мире термин Евгеника имеет место быть, но уже не в научном, а в социально-политическом значении. Например, государства некоторых стран поощряют рождение детей у студентов высших учебных заведений, давая надбавки и академические отпуска. В Сингапуре существует практика негативной Евгеники, когда государство предлагает денежную выплату в обмен на стерилизацию одного из супругов в бедной семье. Проблема Евгеники и причина ее деградации состоит в том, что изначально Евгеника опиралась на первичные идеи генетики и психиатрии, эволюционное учение Чарльза Дарвина об искусственном отборе. И на тот момент этим наукам во многом не хватало экспериментального метода. Большинство умозаключений строилось на основе простых эмпирических обобщений. Изучение главным образом внешних, а не внутренних признаков, по которым определялась наследственность, повлияло на то, что с развитием генетики необходимость в Евгенике сошла на нет. Еще одна деградировавшая научная дисциплина – это френология. Френология – это ложное учение о локализации отдельных психических способностей в различных участках мозга, якобы различаемых путем непосредственного ощупывания внешнего рельефа человеческого черепа. Создателем данной теории является австрийский врач и анатом Франц Йозеф Гай. На основе изучения черепов группы людей с одним отклонением и нахождения участия из них выпуклостей в одних и тех же местах, френолог и начал строить свою теорию о способностях и характере, определяющихся строением черепа человека. Важно отметить, что идея о том, что психические функции локализованы в разных разделах мозга, пришедшая Гайлю, оказала значительную помощь в его исследованиях и позднее в нейробиологии. Ключевыми положениями френологии является то, что мозг состоит из 27 независимых способностей или областей, которые определяют личность человека. С помощью внешнего изучения черепа можно понять, какие из способностей развиты в человеке больше, а также прогнозировать дальнейшие психические отклонения и особенности организма человека. В 20-х годах 19 века научная теория Галля потерпела провал благодаря появлению экспериментальных исследований внутреннего строения мозга. После признания френологии лженаукой в Европе и смерти Галля данная дисциплина еще какое-то время процветала в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, а последователи Галля по-прежнему читали лекции и писали научные труды. Но с развитием знания в области нервной системы френология постепенно ушла в сферу бизнеса, развлечения и деградировала до статуса лженауки. Несмотря на исчезновение френологии как научной дисциплины, она оказала значительное влияние на развитие психологии и неврологии. Исследования, проводимые френологами в области изучения головного мозга, дали толчок современной неврологии и помогли совершить важнейшие открытия о функциях и возможностях головного мозга. Поговорим о графологии, учении о почерке, основывающемся на идее того, что характер и другие психические черты человека можно определить по почерку. Широкое распространение этого учения произошло в середине 20 века. Ряд ученых исследовали возможности создания методик, на основе которых можно определить характер человека. Однако, не придя к доказанным и проверенным данным, данное течение стало считаться псевдонаучным. В современном мире распространена другая научная дисциплина, также исследующая почерк человека и делающая на основе этого вывода – это почерковедение. Ее существенное отличие от графологии состоит в том, что в отличие от первой, почерковедение не ставит своей задачей определение черт характера, отклонений или других признаков по почерку, а изучает подлинность подписи, принадлежность почерка определенному человеку, и она является разделом криминалистики. Напоследок поговорим о гомеопатии. Гомеопатия – это вид альтернативной медицины, основным постулатом которого является принцип «подобное лечится подобным». Лечение при этом производится сильно разведенными препаратами, в растворе которых часто невозможно выявить ни одной молекулы лекарственного препарата. Основные принципы гомеопатии были описаны врачом Самуэлем Ганеманом, который является основателем этого учения. Он проводил исследования, подтверждающие действенность гомеопатии. Однако позднее все его работы были опровергнуты, а гомеопатия получила статус псевдонауки, так как принципы лечения болезней были признаны идентичными эффекту плацебо. Несмотря на законодательное признание гомеопатии лженаукой, в настоящее время существуют научные гомеопатические статьи, квалифицированные врачи-гомеопаты. В центре гомеопатии в Великобритании существует бакалаврская программа, где преподается гомеопатия. На основе вышесказанного можно сказать, что гомеопатия на своих начальных этапах становления могла быть признана научной дисциплиной, но в современном мире о ней можно говорить только как о деградировавшей до лженауке в большинстве стран дисциплине.